Да, я полагаю, у вас осталось кое-что мое. Тут ему бабосы в кошель закинули, даже не проверил, что там, и отдал морду придурку. Что тоже выглядит как-то, я не знаю, если бы при мне я был бы начальник, а подчиненному вот так деньги раздавали, я не знаю, как-то это бы пресекли, наверно. Ну, кино. Ну, что тут, господи, это же благородные лорды, они вот в этих копеечке. Даже не видят эти копеечки. Подумаешь копеечки. Ну, там же явно золото было. Хотя тоже странно, а вот золотой, он же там деревню купить может, где ты их тратишь, непонятно, блин. Ну, у них там ходовая монета по книжке серебряный олень, потому что золотой есть дракон, который там в караул, даже непонятно, где его тратить, а пользуются в основном серебряным оленем или медным, я не помню, когда у них еще самая нижняя монета есть, какая-то копеечка, я совсем забыл, как называется. Золотые-то говорят. Говорят. Они были только для всяких банковских фигней. Для международных расчетов. Где-то там наверху. Да. Вот там, где большие суммы. Конечно. Для международных расчетов. Чтобы там две телеги серебра не волочь, передать там сундучок золота вот такой вот вместо этого удобнее гораздо. А в кабаках расплатываются непонятно. Тебе сдачу не дадут. Ты собираешься на этот золотой месяц бухать, что ли? Так ты сдохнешь от пьянки просто. Невозможно. Опять переносимся. В эквиваленте золотых монет, например, во Флоренции в конце 14-го, начале 15-го века наем виллы двухэтажной с прислугой на год стоил 80 флоринов золотых. Вот, собственно, что такое золотая монета. Т.е. вот 80 монеток, и ты год полностью живешь. Серьезные деньги. Со всеми делами.